В конце 2016 года была такая истерия о том, что вот законопроект, вот вносят изменения в использовании, ну вообще как бы в получениях рабочих виз, в использовании этих освещений и так далее и тому подобное. Также мы знаем, что на этой истерии многие посредники этим пользовались, что давайте быстрее в этом году вы выйдете, потому что потом будет сложно, нельзя будет менять освещение, если вы приехали по одному освещению, то как бы всё. Ну действительно были такие планы. Но вот пришло 1 января, ничего не поменяли, то есть по какой причине? Это в планах, по крайней мере как мы читали в статье, тоже спасибо нашему зрителю, знакомому Дмитрию, он нам всю эту информацию сбросил. Действительно это в планах, но технически как бы всё это провести очень сложно и невозможно за 1 месяц, поэтому всё это перенесли на два года вперёд. Единственное, что возможно, возможно, будут какие-то изменения по сезонным работам. То есть сезонный это обычно лето, сбор урожая и так далее. И возможно они будут внесены с 1 апреля, но всё это возможно. То есть фактически, поэтому когда вы, опять же, не знаю, мой совет, наверное, как от юриста больше, когда вы читаете законопроект, неважно, в Польше, в Украине, где угодно, или вы читаете там в Фейсбуке, вот законопроект, это ни о чём не говорит вообще. Это просто как бы у нас есть намерение, что, когда это будет, утвердят, не утвердят изменения, это всё ещё вилами. В одной стране они хотели сделать правильную систему, настроенную, с обратной связью, чтобы не было фиктивных освещений, не было фиктивных, как называемых, приглашений, да, что человек приезжает в Польшу по фиктивному приглашению и начинает там уже что-то себе делать. Искать работу. Искать работу или просто там, просто гулять, это уже как бы на его совести, то есть контролировать этот процесс. Почему? Потому что я там в одном месте читал, что ему выдано освещение там разрешений на 700 тысяч, по ним реально работает именно по этим выданным, а не помененным, работает порядка 500, то есть 200 тысяч, непонятно чем занимаются. Ну то есть мы знаем, чем они занимаются, то есть это как бы это нормально. Они приехали в Польшу, дальше уже решают свои вопросы здесь, ищут работу по месту. Но как бы эта система, она хорошая, то есть как она работает? Ты говоришь, я хочу приехать в компанию А. И тебе государство говорит, окей, мы тебе даем предварительное разрешение, но ты когда приедешь в компанию А уже в Польшу, то есть по предварительному разрешению ты получаешь визу, приезжаешь в страну, в Польше в данном случае, приходишь с представителем работодателя компании А, а не Б, потому что если придешь в Б, могут послать обратно. Приходишь с этим представителем, и тебе уже делают окончательное разрешение, по которому ты работаешь. Но, к сожалению, к счастью, я не знаю, но все-таки Польша где-то вот, ну она не в первых странах мира, да, поэтому тут немножко система более либеральная, назовем ее так, более свободная. Но они посчитали, что такое количество обработать это будет очень сложно, это двойная-тройная работа науженников, они и так захлебываются, хотя бы на картах по быту. Об этом в следующем ролике. Об этом в одном из следующих роликов. То есть идея, да, она хорошая в плане, но это не сейчас и не в Польше, поэтому как бы отнесли, ну позже может быть, когда у нас там все наладится, что-то там, то может быть они это и сделают. Но на данном этапе вот таким образом. Еще в описании у нас будет ссылка к статье, он такой просто как бы такая художественная статья о том, что эти нововведения не вошли в силу. И также будет ссылка на очень хороший портал, сюда его рекомендую, Мигрант.Инфо, там именно ссылка о том, каким же образом работодатель получает это разрешение, оно же освещение, оно же приглашение. Как проходит эта процедура, там есть языки, вы можете на украинском, на русском, на польском, на английском, и как вам хотите, можете себе поставить галочку и прочитать это, и вы будете понимать, откуда же берется то самое приглашение. Спасибо. 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 Спасибо.